В день российской печати 13 января глава района Роман Сенеговский встретился с представителями средств массовой информации, работающих на территории района. Сотрудники печатных и электронных СМИ в режиме пресс-конференции обсудили с руководителем муниципалитета многие моменты. Подробности расскажут мои коллеги. В Славянском районе большое внимание уделяется средствам массовой информации. Пресса – связующее звено между властью и населением. Она выражает и формирует общественное мнение. Глава Славянского района традиционно в день российской печати провёл пресс-конференцию с представителями районных СМИ. Роман Сенеговский рассказал гостям об итогах социально-экономического развития района в 2016 году, после чего собравшиеся могли задать Роману Ивановичу интересующие их вопросы. «Каждый наступивший год вы ему имя даёте. Вот в 2014, если так небольшой экскурс сделать в историю, у нас был годом ЖКХ. 2015 год был романтично назван годом тротуаров. Это вызвало улыбку в начале года у жителей и у всех остальных. А в конце года люди нам благодарственные письма писали в главе, потому что 37 километров тротуаров, появившихся в городе и в районе, были на тех улицах, где люди прожили жизнь и тротуары не видели никогда в жизни. 2016 год, как вы сейчас сказали, мы поняли это все. Это был год медицины, однозначно. Роман Иванович, наступившему году есть какое-то имя? Вы его как-то обозначите? Я думаю, месяц-два поработаем, когда уже более конкретный свой вектор куда-то направим, и имя придумаем обязательно. Также вопросы касались благоустройства, развития инфраструктуры нашего района. Завершая встречу, Роман Синеговский отметил, что очень приятно встретиться с представителями средств массовой информации в неофициальной обстановке и пожелал всем интересных проектов по созданию журналистской летописи Славенского района. Надежда Калинина, Игорь Ванчугов, программа «События».